Ну а теперь о хоккее. Немного не дожали, но в грязь лицом не ударили. Наша новая хоккейная команда поразила соперника, но все-таки потерпела обидное поражение в первом домашнем матче с хоккейным клубом из Воронежа. Счет 2-3, но сезон только начинается. Любой хоккей начинается с талисмана. Клинский крокодил Титаша не изменяет Титана. Но и без хоккея жить не может. Равно как и группа поддержки. И теперь это вместе Клин Спортивный. Да, команда Клин Спортивный это не Титан. Мы не отделяем, по крайней мере, болельщиков. Все хотели, чтобы была высшая лига. Получилось вот это. Поэтому приходите, поддерживайте свою команду, своего города. Спасибо. Игра начинается уже неважно, Титан на льду или другая команда. Главное, что своя, Клинская. Парни на льду стараются. Им ли не знать, что от них ждут болельщики. Мы играем только на победу, одним коллективом. И наша задача, что не только побеждать. Поэтому все приложим для этого, все максимальные усилия. Немного не хватило нашим ребятам, чтобы дожать. Третий период проходит с перевесом в сторону хоккеистов России. Первый матч в Клину в истории новой команды завершился со счетом 2-3. В пользу воронежцев. Сегодня повезло им, завтра будем. Стараться, чтобы повезло нам. И несмотря на проигрыш, потенциал и слаженность команды отметили не только болельщики. Я лично уверен, что команда будет играть в плей-офф. МХЛ. Но и главный тренер воронежцев. Хорошая команда. Я не ожидал, что встретим такой достойный отпор. Тут весы были такие, или мы, или они. Но сегодня повезло нам. Сегодня, 17 сентября, снова Клин спортивный и Росаш сражаются на льду. Мы всех соперников уважаем, но все хотим обыграть Росаш. Екатерина Сазонова, Максим Максимов, Юлия Левицкая. Новости дня.